Вот, практически яичко, делаем из нее птичку. Одну из своих фирменных игрушек мастер назвал кубанским соловьем, так и повелось. Когда работал в Горгипе, я там нашел похожую птичку в экспозиции, ей то ли 3,5, то ли 4 тысячи лет. В будущей игрушке делается полость, затем она закрывается куском глины. Вот здесь вот, это называется полочка, здесь вот ровно у нас, а вот здесь делаем остренько. Называется это язычок у флейта. Некоторые секреты считают какие-то. Вот сюда будем дуть, и вот на этот язычок попадает воду. Четыре отверстия в боках, и получается один из самых древних музыкальных инструментов. Инструмент, несмотря на то, что сделан за считанные минуты и на глаз, достаточно точно воспроизводит положенные пять нот. Мастер объясняет это опытом. Декоративно-прикладным искусством Евгений занимается около 40 лет. После института он прошел путь от инженера до директора предприятия в Воронежской области. Уже в Анапе позанимался бизнесом. Но гармония наступила в момент, когда основной профессией стало давнее увлечение. Когда начинаешь заниматься ремеслом, то, собственно говоря, переоцениваешь ценности. Сегодня именно такие небольшие игрушки помогают зарабатывать на жизнь. Есть серьезные работы. Основа – сосуды, выполненные на гончарном круге. Узоры накладываются сверху, навеяны керамикой, которая выставлена в различных музеях. По совокупности достижений – награда. Почетный знак – мастер декоративно-прикладного искусства Кубани. Первая в Анапском районе. Для мастера приятно, конечно. Вторая часть формулировки связана с передачей опыта молодежи. Мастер проводит короткие уроки, а на постоянной основе в его студии занимаются до полусотни ребят. Несколько человек поступили, мои девочки, в детскую художественную школу. Я горжусь. Вот самая лучшая школа наша, вот на Крымской, которая она, в принципе. Но я считаю, что по краю одна из лучших. Ежегодно через руки Евгения проходит до пяти тонн глины. Перед использованием ее, помимо того, что добыть, нужно очищать, смешивать. Иногда технологический процесс может занимать до нескольких лет. Но в итоге получается один из древнейших материалов. Все секреты работы с ним давно раскрыты. Главная практика. У одного одни руки, у другого другие руки, у третьего третьи руки. У всех разные, получается, посуды, игрушки. У нас индивидуальное все равно ремесло. И каждый мастер – это мастер. Мне вообще приятно на Кубане. Все люди, кто занимаются народным творчеством, ремеслом, все хорошие люди. С единомышленниками мастер встретится уже в ближайшие дни на краевой выставке. Там он представит такую посуду с оставшими уже фирменными кубанскими соловьями.